Там несколько у меня публикаций было, одна за другой, четыре или пять, я уже не помню, где я исследовал только вот эту часть его биографии, самую трагическую. Ну, вывод, я сам не могу делать выводов. Я делаю выводы на основании документов, в том числе и судебных, а у меня, кстати, большая папка этих судебных документов, мне по знакомству сделали к сырокопии, они у меня дома лежат. На основании экспертов, которые эти документы исследовали, и обнаружили там массу нарушений юридических, на основании разговоров с Качалиным, тренером, Татушиным, Митревелли, Ивановым, НЕТО и еще с кем-то, я со многими товарищами разговаривал, вот по этому поводу, как все было. Единодушно все сказали, что он был ни при чем, что это была самая настоящая подстава. Ну, короче говоря, если у вас есть какое-то время, я в двух-трех словах расскажу, хотя это в двух-трех словах рассказать очень сложно. Стрельцов наш футбол, ну, как говорится, ворвался. Молодой парень, 16 лет, он впервые сыграл в чемпионате Союза и свой первый гол забил в 16 лет. В Тбилиси я этот счастлив, я этот гол видел. Вот первый Стрельцовский гол. Это было явление в нашем футболе. Он сразу обратил на себя внимание тренеров. Качалин вот тут же взял в 55-м году в январе, после сезона 54, в 55-м январе команда поехала в Индию на тренировки, и Стрельцов уже был зачислен в сборную в 17-летнем возрасте. Блестяще играл, прекрасно играл за сборную. Да, парень скромный. Тренеры говорили, что он стеснялся, его краснел, когда с ним говорили, опускал голову. Рос фактически, воспитывала мать. Отца он не знает, не помнит. Она в раннем возрасте получила инфаркт. Одна воспитывала сына, работала на заводе. Тяжелое, очень тяжелое детство. Ну вот выбился благодаря футболу. Скромнейший парень. Но тут же, когда пошла вот эта слава, вы знаете, как это бывает, да? Тут же этот шлейф за ним, поклонников, поклонниц. А, медик. А он очень такой коммуникабельный парень, дружелюбно относился к людям до конца жизни. И, значит, ну давай выпьем там, что-то. Я не пью. Вот помните, как в фильме «Москва слеза мне верит»? Вот этот хоккеист. А что потом с ним стало? И он, понимаете, ему было стыдно. Потому что, а, вот зазнался, там все, чтобы не было этих разговоров, но он там как-то встал с ними выпил. Потом вторую, третью и пошло. А он добрейший человек. Муху не обидит. Но когда он выпивал, это било ему в голову, он терял самообладание. Он не помнил, что с ним происходит. И когда ему потом рассказывали, он ужасался. Ему было и стыдно, и горько, и все. Это он говорил, все. А торпеда была пьющая команда. И, в общем, так получалось, что все как-то в тени оставались, а Стрельцов на виду. Но до начала 57-го года он и бузил, и то, и другое, и пятое, и десятое. Не был ангелом. Но ему все сходило с рук. Что произошло с началом 57-го? Когда команда вернулась, ну, сборная наша, олимпийская, в Мельбурне была олимпиада, она кончилась в декабре, мы стали там олимпийскими чемпионами. Вообще выиграли олимпиаду, и футболисты тоже. Ну, вы знаете эту историю, он не участвовал в финале, а тогда давали медали только одиннадцати футболистам, которые учились. И на пароходе, когда они возвращались, Никита Симонян сказал, что ты по праву должен, потому что до этого Стрельцов забивал решающие голы, и он вывел команду в финал. Очень тяжелый матч с болгарами, где мы 0-1 проигрывали. Доигрывали в дополнительное время, в девятиром, потому что ключицу сломал Тищенко, сломали Иванова, он не мог передвигаться. Мы в девятером играли, 0-1 проигрываем, и Стрельцов один мяч с подачей вот Татушин забил, один он сам забил. Он вывел команду в финал. А на финал, так как Иванова не было, они же в связке играли, Качалин поставил Спартаковскую линию. Ну, они сыграны, Татушин, Исаев, Симонян, Сальников Вильгин. Ну, выиграли. Ну, Симонян, очень совестливый человек, он сказал, что это медаль твоя. А, Стрельцов, да ну что ты, Никита, ты уже заканчиваешь, а у меня вся жизнь впереди, я еще не одну медаль выиграю. Понимаете? Медаль. Один проявил благородство, другой благородный отказался. И вот, когда они приехали, значит, в честь олимпийцев, а пароход очень долго плыл, там, до Владивостока, потом чуть не две недели поезда, на каждой станции, там их встречали, подносили эти, самогон, там, и все такое, они пили всю дорогу, не просыхали. И вот, значит, приехали они в Москву, и к приезду олимпийцев, значит, 14-го, не помню, 11-го, но не так важно, января, устроили в Кремле, значит, бал олимпийцев. Значит, на этом балу представители коммунистических рабочих партий, значит, Хрущев, члены правительства, Фурцева, она, ну, министр культуры, она же возглавляла Московский городской комитет партии. И вот ее дочь, молодая девчонка, 16 лет, она Стрельцова была влюблена на пуши. И вот, ну, ребята там уже успели принять, значит, ему уже море пока лет, он на коне, он известен, он, значит, олимпийский, ну, все равно считали себя олимпийскими чемпионами, там танцы, то другое, кто-то подходит и говорит, Эдик, Фурцева просит тебя подойти, значит, Эдик подходит, и она ему говорит, дочь хочет, моя дочь хочет с вами потанцевать, ну, потанцевать, так они очень, несколько кругов, там, вальсы совершили, он, кончилась, значит, музыка прервалась, он ее приводит к матери, и мать говорит, откуда все это мне известно, со слов, свидетелей, татушина, то есть, ребят, которые были там, были недалеко, и это слышали, и которым, может быть, рассказал и сам Эдик, значит, и она говорит, как вы хорошо смотритесь, вот такие вот намеки, а он в это время встречался с Аллой, на которой женился, это его была первая жена, правда, они скоро разошлись, но он с ней тогда встречался, а он уже под мухой, ему море, а кто там фурцов, он сам стрельцов, понимаете, и он говорит, министр культуры, кстати, фаворитки самого Хрущева, он говорит, ну, по разным версиям, кто-то сказал, на этой обезьяне, кто-то там, я, эту обезьяну на свою альку не поменяю, это он вынес себе приговор, ну, представляете, такое сказать, я не ручаюсь за достоверность этих слов, но это сказали люди, которые это слышали, футболисты, ребята, которые были там, недалеко, и слышали все это, и пошло, значит, началось, сезон началось в апреле, тогда на юге, потому что в Москве он где-то в мае начались, в конце апреля, начали на юге, торпеда играет с минским «Спартаком», рядовой батч, значит, ну, статус торпеда намного выше, конечно, чем минского «Спартака», команда сильнее, команда звездная, Артемов такой был, не Артемов, а Артемов, защитник, он не мог никак справиться ни с Ивановым, ни с Стрельцовым, только они получают, ну, раз, удар по ногам, и все, ну, раз, ударил, два, Стрельцов встал, подошел к нему и ударил по ноге, а тот, значит, в обмороке его там выносят с поля, и все такое, Стрельцову выгоняют с поля. За этот период я там подсчитывал и привел, я сейчас точно не помню, несколько десятков футболистов выгоняли с поля, ну, вот, за подобные шалости, даже за удар кулаком в лицо, когда кровь пошла, удар головой в лицо, понимаете, за такие хулиганские действия, разные были удаления, разные причины. Не всегда даже удаленные футболисты пропускали матч за дисквалификацией. Иногда дисквалифицировали на один матч, ну, в зависимости от тяжести наказания, иногда на два. Стрельцова же приговорили, то есть матч в Одессе кончился, ну, буквально через день или на следующий день, я не помню, советский спорт выходит с заголовком, значит, сорную траву, что-то с поля вон, хулигана там наказать и прочее, то есть оскорбительное. Столько было удалений, не было таких вот, такой реакции болезни, не было таких вот, понимаете, вот заголовков и требований удалить и сборной выгнать, там, дисквалифицировать по жизни, снять звание заслуженного мастера, ничего подобного. С чего бы, вот спрашивается, да, человек, который до этого вообще был не ангелом, да, но иногда проявлял себя таких, и ничего, все сходило, а тут вдруг, моли, за каждым шагом его стали следить. Он давал повод, да, но ведь другим это сходило, а с него, а ему ничего не спускали. И вот довели до того, что, да, он там тоже в пианом состоянии, там, в метро его не пускали, он подрался с сотрудником милиции, его там в милицию взяли, все такое, ну и собрание команды, у меня есть, значит, стенограмма, это собрание из архива, собрание торпеды и собрание сборной, где присутствовал представитель физкульткомитета и ЦК партии. Представляете, на таком зале, что там делает представитель ЦК партии, непонятно, зачем. И вот, значит, разбирается вопрос уже такой, что его снять звание заслуженного, изгнать из сборной, значит, и дисквалифицировать на большой срок. И вот стенограмма. Вы понимаете, снять заслуженного, ладно, сегодня сняли, потом дали. Таких случаев было немало, там и Сальников, был и Тимаков, и многие. А вот вывести из состава сборной, это значит, лишить возможности, а уже на носу чемпионат мира, это лишить возможности играть, значит, в чемпионате мира. Уже отборочные игры, там и все такое. Короче говоря, выступили, я не хочу называть моих футболистов. Да, все за то, что заслуженного снять, там и прочее, но из сборной не выводить. И Симонян, который был председателем собрания, он тоже проголосовал за то, чтобы из сборной его не выводить. Он понимал, что к чему. К нему очень, в общем-то, гуманно отнеслись. Хотя эти свирепые товарищи присутствующие, они этого требовали, но тем не менее, собрание не одобрило вот этот мотив. То есть, его сборную оставили, но его фактически не взяли. Потом, правда, простили, потом он все-таки... И он, в конце концов, вывел команду на чемпионат мира. Решающая игра в группе с поляками, мы были в группе с финами, с поляками, у себя выиграли, там проиграли, и решающий матч в Лейпциге проходил, в ГДР. Стрельцов был травмирован очень сильно, но все-таки поехал со сборной. Симонян был... Мы перед вот этим матчем потеряли очень много ведущих футболистов. Симонян вообще не мог играть, у него сильная травма была. Стрельцов ковылял на одной ноге, его взяли. Но они с Ивановым перед этим выпили, опоздали на поезд, ну, вы знаете эту историю, да? Ну, там останавливали поезд где-то, вот, значит, на такси догоняли, международный поезд, Москва, кажется, Будапешт, но он шел через Германию, да? Его не остановили, а не имеют права, его останавливали где-то там на полустанке, так его приостановили, эти запрыгнут, значит, на поезд и добрались. Ну, там им нагоняют дали, и все само собой. На игру Стрельцов вышел. Нездоровый, на уколах там, в общем, вышел. Поляки с самого начала его подковали, то есть на 6-7 минуте его вывели с поля, а там замены не разрешались, то есть опять над ним колдовали, он вернулся в игру, но стоял на одной ноге, понимаете, уже вторая фактически не работала. На него уже перестали обращать внимание, он стоял где-то у границы штрафной за 2-3 метра, получил мяч, развернулся и здоровой ногой вляпал верхний угол. Это мгновение было, фратарь оглянуться не успел, проводить мяч не успел, и мы повели 1-0. Он также продолжал ковылять, во втором тайме выдал идеальный пас, он прекрасно видел поле и распоряжался мячом. Федосову и тот забил второй гол. Гол плюс пас, больной человек, на одной ноге он вывел нашу сборную, вот судьба, значит, он вывел сборную на Олимпиаду, не получил медали, вывел сборную на чемпионат мира, и туда не отправился. И когда я с Качалиным потом уже делал интервью, кстати, тогда и вопросы ему задавал о Стрельцове, да, он, значит, сказал, да, но я историю до конца не довел, потому что все-таки ему разрешили, потому что дали гарантию, что мы берем медаль, а без Стрельцова как. Там вот перед чемпионатом мира, вот мы провели, вот, кстати, матч с Берлином, да, с ГДР, очень крепкая команда, не выдающаяся, но крепкая команда. Мы в первом тайме 4-0 разнесли, Стрельцов забил три гола. Во втором отдыхали, за что получили, нагоняя журналистов. Они максималисты, они всегда хотели. полет. В общем, очень хорошей форме была вся команда. И вот значит примерка костюмов. Они уже на базе, тренируются до отъезда, там где-то 3-4 дня остается, до отъезда в Швецию, уже на финальный этап. Там, значит, примерка костюмов, они пошли. Один какой-то товарищ, Карахан, владелец дачи, на которой все это произошло, он служил на Владивостоке, он КГБист. Вдруг почему-то, он был знаком и Татушина, почему-то он, значит, именно в это время приехал на матч с гвардией, тоже один из контрольных матчей с этим сборным, выиграли мы 3-0 благополучно, он договорился с Татушиным, после матча встретиться. Откуда он приехал, зачем он приехал, непонятно. То есть есть предположение, что его вызвали, то есть он выполнял определенное задание, то есть Стрельцова надо было добить. Ну, опять-таки, доказательств нет. Ну, все одно к одному. Значит, едут, да, он договаривается с Татушиным, что завтра, значит, вот мы встречаемся, едем на водохранилище, там, загораем, плаваем, и все такое, будут девочки. Татушин договорился со Стрельцовым и с Огоньковым. Но Огоньков тоже защитник Спартака, но они дружили со Стрельцовым. Стрельцов один из Торпедо, это два Спартаковца. После примерки они вернулись не на базу, а поехали вот на водохранилище. Понимаете, вот не должны были этого делать. А они Качалину, по-моему, то ли Стрельцов сказал, что у нас там у кого-то день рождения, мы после этого задержимся и может приедем завтра утром. Хотя Качалин говорил, что ночью, если даже будет ночью, приезжайте все равно на базу. Ну, короче говоря, там эти дела, а девочек привел этот Карахан. Ну, там они, значит, валяли дурака, то-се, поехали на эту дачу, всю дорогу, эта девушка, Тамара, она сидела на коленях Стрельцова, там они обнимались и все такое. Она от него не отходила ни на шаг. Выпили крепко, они и там пили, и потом добавили, ну и Стрельцов отключился полностью. Его положили спать, ее рядом. Он просыпается, весит с царапами. То есть, это была инсценировка. Значит, потом, когда уже провели, значит, проводили расследование, спермы Стрельцова на ней не было. Как потом выяснилось, она оказалась девушкой. Понимаете? А его обвинили в изнасиловании. На каком основании? Где экспертиза, да? Татушина вообще там не было. Он сел на машину вот вечером, видимо, что-то предчувствовал и уехал. Вообще, его не было на этой даче после. Вот какое-то время там провел и уехал домой. А Огоньков там с одной девицей провел, в общем, время, хорошо провел время в машине. Когда они вернулись, значит, утром же приезжает Чайка, или там, не знаю, ну, я не помню, тогда была Чайка, не была, он вообще правительственная машина черная, членовозами их называли. Значит, вышли серьезные люди в штатском, всех троих, значит, взяли, посадили, увезли. Качалин вот мне рассказывал всю эту историю, как это было на его глазах. Да, когда, говорят, я увидел троих, увидел расцарапанного Стрельцова, я спросил, Эдик, где вы были, что с тобой? Он, опустив глаза, сказал, да, кушка поцарапала. Я понял, что что-то случилось. Вот, когда они приехали, все, я, тут же стал обивать пороги. Поехал в Московский комитет партии, потом туда дальше, а ему сказали, да, он просил, будет суд, отложите его, судите после чего, без них мы не выиграем медали, с ними у нас есть шанс на серебро, потому что бразильцы были очень сильные. Вот, а ему сказали, мы все это понимаем, мы же, говорят, дали слово, это же престиж страны, все это, но личные мотивы возобладали даже над этим, понимаете. ему сказали, указав наверх, что распоряжение пришло с такого вверху, что мы решить не можем ничего. И он, поняв, в чем дело, смирился. вот, а этого тоже привлекли Огонькова, якобы, за изнасилование, там было все добровольно, и она написала, что да, было то-то, то-то, но по взаимному согласию. И Огонькова, он тоже, его тоже посадили, его освободили тут же. Теперь мать Стрельцова вся в слезах, горе, его посадили, его нет, там в камере заключительного. В камеру его посадили, значит, она бросилась к Татушину. Татушин ее повез в этот поселок Правда к матери этой девушки. Вот сели эти две женщины друг против друга и плакали. Она ее поняла. Рожала билету Тамара. И она тоже написала. Она писала, что я претензий не имею, было по взаимному согласию. Это написала, что я его прощаю. Вот в романе «Воскресенье», если вы помните, когда судили Катюшу Маслову, там юридическая чисто ошибка поверхностная, потому что они все торопились, у кого-то там свидание, у кого-то у председателя вот этой, значит, ну, как они называли, что у меня выскочило из головы, суд присяжных. Вот, у председателя, значит, там свидание, он все время смотрел на часы, и что-то они там не сделали там, что надо было сделать. Она, ее фактически оправдывали, но из-за этой какой-то ошибки, чисто механической ошибки, ее посадили. Вот тоже произошло здесь, что она написала, я его прощаю. Если я его прощаю, значит, он что-то сделал, за что ты его прощаешь, а прощать не ты должен, а должен суд, если сочтет нужным. Она должна была сказать, что претензий не имею, как и та девушка, что если произошло, позаимусь огласить, хотя она была целая невредина. Вот так его и посадили. И мы остались без четырех лучших игроков во главе со Стрельцовым. Ну, а что там произошло, я уже вам рассказал. Вот такой дебют неудачный у нас получился. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...